Единственный российский регион, с которым Гомельская область имеет общую границу, это Брянская область. Да, и граница эта есть, собственно, только на карте. Вот сейчас я еще в Российской Федерации, там Злынковский район Брянской области, делаю несколько шагов, и вот я уже в Республике Беларусь, в Гомельской области, которая в эти дни отмечает свое 85-летие. А на праздник всегда зовут гостей. Губернатора Брянской области Александра Богомаза тепло встречают на границе с хлебом с солью и песнями на белорусском языке. Гомельская область была образована 15 января 1938 года, а с 1919 она была в составе Российской Федерации. В 1922 году республика стала одной из четырех советских республик, подписавших договор об образовании СССР. А в 1945-м Белорусская СССР стала членом-основателем ООН в связи со своим вкладом в разгром нацизма, материальными и людскими потерями во время нацистской оккупации. Гомельская область – самая большая область Белоруссии по площади, а Гомель – второй по населению после Минска. Связь между Брянщиной и Гомельщиной крепнет с каждым годом. Об этом в беседе с гомельскими журналистами говорил губернатор Александр Богомаз. Наша вся страна дружеская по отношению к СССР. Но мы, Брянская область, мы приграничим. Нас связывают, можно сказать, вековые связи, здесь на приграничье много семей совместных российско-белорусских. У каждого есть родственники, кого-то в Брянской области, кого-то в Гомельской области. У него самого здесь живет двоюродный брат. Здесь мы похоронят дядя, полагонник Советской Армии. Вековые связи, они сегодня позволяют нам ощущать себя на гомельской земле, как у себя дома. Даже сегодня на границе есть, но она же ведь условная. И по сути дела мы не ощущаем того, что когда мы пересекаем, то мы попадаем в другую страну. Мы понимаем, что мы приехали к нашим соседям, к добрым соседям, к нашим братьям. Гости к юбиляру приехали не с пустыми руками. Подарки от брянской делегации заняли почетное место в здании Гомельского областного исполнительного комитета. Губернатору Брянской области вручили памятную медаль – 85 лет образования Гомельской области. Мы соседи, мы близкие соседи, мы очень плотно сотрудничаем с руководством Гомельской области. И наши люди, наши жители всегда были, есть и будут друзьями. А наша задача, и как я вижу свою задачу, это всячески делать все, чтобы наши наследники выросли правильными, патриотическими и дружеско настроены друг к другу. Затем делегации, приехавшие на праздник, отправились к вечному огню. В центре города расположена братская могила советских воинов и подпольщиков. Здесь похоронены 28 человек, погибших в 43-44 годах в боях против немецко-фашистских захватчиков. В 51-м году к имеющимся была добавлена на могильную надпись Героя Советского Союза, полковнику Емельяну Игнатьевичу Барыкину, уроженцу Брянской области. Наша общая история неразделима. Невозможно разорвать связи между двумя славянскими народами. Это есть и будет оплот нашего добрососедства и дружбы. Об этом говорили уже в здании общественного культурного центра, где почетные делегации осмотрели выставку достижений Гомельской области. Праздничный вечер продолжился в концертном зале. У нас почти полтора миллиона. Мы разные, но все мы большая дружная семья, которой выпало счастье жить и работать на прекрасной Гомельской земле и вместе с ней делать шаг в новое десятилетие. Перед нашими регионами большой простор для сотрудничества, которое уже сегодня достаточно плодотворно. Я в те души от себя и от всех жителей Брянской области поздравляю вас с юбилеем, с 85-й годовщиной образования Гомельской области. Наши народы связывают столетия братского согласия, мира и добрососедства. Нам есть чем гордиться, есть о чем помнить, есть что передать будущим поколениям. Брянский край с Гомельской областью и республикой Беларусь объединяет очень многое. Мы вместе прошли через тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Выстояли и победили. В рамках соглашения, заключенного между нашими областями, успешно развивается сотрудничество в сфере жилищного и дорожного строительства, промышленности и сельского хозяйства, малого среднего бизнеса, молодежной политики. Несмотря на внешнее санкционное давление, с каждым годом укрепляется торгово-экономическое сотрудничество между нашими регионами. В Рянщино входят десятку регионов Российской Федерации по товарообороту с республикой Беларусь. А удельный вес у нас с Гомельской области от всего торгового оборота составляет более 35% или более 300 миллионов долларов, который вырос за прошлый год по сравнению с 2021 годом почти полтора раза. В этом году у нас еще будет один общий юбилей. Встречаться не ради праздника, но ради взаимовыгодного сотрудничества. Это лейтмотив сегодняшней встречи. Брянщина и Гомельщина шли и будут идти плечом к плечу. Перспективы для сотрудничества двух областей безграничны. Александр Новиков, Сергей Дюков, Гомель, Республика Беларусь.